всем привет снова здравствуйте давайте разберемся в этом видео как делать шерстяные вещи это шарфы свитера носки теплые на модель так погнали как это что открываем тулы открываем план 3d все это дело вытягиваем левая кнопка мыши и edit make polymesh модель выравниваем саптул shift левая кнопка мыши и теперь добавляем саптулах append вот этот ring 3d вот так он установился на него переключаемся и переходим в деформацию вот находим ротацию ставим по x zx отключаем и вот так вот все это дело переворачиваем все уже прикольно в принципе вот это тоже может быть уже есть ну малейшее доделать только так ну будем разбираться в другом плане так теперь control левая кнопка мыши маскируем пол модели аль там левая кнопка мыши убираем и с помощью move вот так все это дело вытягиваем вот таким вот образом можно даже побольше не бойтесь где-то потом обрежется control левая кнопка мыши все это дело снимаем так и вот теперь control shift trim rect и вот так все это дело обрежем теперь всему этому делу сделаем за ремеш предварительно control w жмем назначаем одну полигруппу после тут обрезка уже есть так и теперь заходим в геометри и жмем за ремеш ремеш делаем поменьше вот где-то 0 6 у так адапт включим из за ремеш название интересный за ремеш так смотрим поле вот такой вот у нас такая вот у нас сеточка нормальная отключаем теперь заходим в кисти находим мофф эластик ставим дров сайс побольше x ставим симметрию и вот давайте это все дело помоделируем вот таким вот образом близко их не сводите вот эти части чтобы был вид вот именно веревки и так далее так все ну в принципе вот это дело у нас пойдет и давайте теперь control shift вот это лишнее обрежем опять же control w ставим опять граф сайз побольше и вот это дело все вот так вот и сгибаем вот таким образом можно даже и верхнюю часть еще так подзагнуть для прикола чтоб красиво все это выглядело а теперь вот это все замаскируем и можно вот эту часть немножко без симметрии x отключаем и вот так вот чуть-чуть крутануть и с помощью моффу так вот все это дело подкорректировать так снимаем выделение и вот это дело выравниваем и вот так вот можно его обрезать вот такая веревка получилась заготовка можно все это дело выглядеть шифтом и делаем опять за рмс все заготовка есть теперь давайте поработаем с обкулах добавим дубликат переключимся на него и с помощью мофф вот так вот вытянем вот так это все дело установим и немножко его вот так вот сюда подведем вот так прикольно будет так теперь все это объединяем с помощью мэр 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 даун окей смотрим что у нас тут с поле группами 1 все нормально теперь делаем заходим в деформацию находим инфлатин вот этот и вот так вот чуть-чуть прибавляем объему чтоб пышно было так и теперь с помощью мофф вот так вот ставим транспорт и вот так все это дело чуть-чуть сплю с ним вот прикольно уже так теперь все это надо установить именно вот он на план 3d на задней заходим в геометрии находим сайс все это дело уменьшаем с помощью мофф перетаскиваем на план вот так вот и немножко можно его так вот даже увеличить следом делаем вот такую фишку делаем дубликат и по мою еще один дубликат уменьшаем дров сайс у кого большой и вот так все это дело теперь отводим и немножко у тут вот так вот подкорректируем чтобы это все было красиво вот можно даже у такой переплетик кинуть так немножко еще можно чуть-чуть вот так вот увести вот так уже красивее так ну давайте с третьим поработаем тоже также вытащим и вот так вот тоже поставим принципе можно этот поставить вот так вот даже глубже чуть-чуть чтобы ну более разница была ну давайте однообразно пока сделаем а потом вы уже будете сами экспериментировать как да что любой рисунок любая картинка ну вот так вот вязка вот такая у нас получается так немножко давайте теперь зайдем в геометрии в сайзе чуть-чуть его вот так вот прибавим control shift и все это делаем объединим но предварительно назначим разные поле группы control w переключаемся на другую жмем control w так теперь все это и жмем merge down вот такая вот плетенка у нас получилось и теперь в геометрии вот таким образом чуть-чуть это все дело вот так уменьшим выравним и с помощью умов чуть-чуть это все дело вытянем и можно даже попробовать вот так вот квадрат вписаться чуть-чуть это все дело растянуть вот таким образом и у вот так вот его установить вот где-то так так теперь всему этому нужно уменьшить полигоны заходим опять за рмс еще больше уменьшаем и попробуем еще больше уменьшить чтоб меньше было активпоинт вот эти вот уже 3000 давайте еще попробуем до скольки можно и уменьшить вот пойдет уже так ну что теперь можно сделать делаем теперь вот так вот посмотрим и можно теперь это все дело вот так вот приблизить к плану вот так вот теперь жмем на кисть брошь и сделаем кред инсертность жмем новое все вот у нас появилась тут кисточка давайте с этим теперь работать так откроем давайте откроем сферу вот так вот зайдем вы не целаясь и у так вот уменьшим дивайды и вот эти тоже уменьшим вот до так до такого вот уровня так теперь жмем мэйк полин из мы посмотрим как это все будет работать жмем на кисть жмем кредит на 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 мэс так теперь жмем на пробел инсерт на на мы жмем и полигоны и так алт полигон суте отключим и посмотрим как все это дело тут работает вот такая вот плетенка получается прикольно так давайте попробуем теперь полигон вот так вот тоже становится ну и немножко так алт полигон так теперь заходим в на на мэс жмем пилл вот так вот и поработаем сайзом вот таким образом вот уже вязаная вещь у нас прикольно выглядит так ну теперь давайте разберемся как сделать именно свитер да с этим уже понятно как вставлять по прошлым видео давайте попробуем загрузить сюда вот импортируем заготовку я ее уже заготовил подготовил вот так она выглядит вот таким образом вот это будет у нас свитер так заходим теперь в геометрии находим модифе топологи и микро мэш вот так вот предварительно заходим в рендер находим рендер property включаем драф микро мэш вот это и заходим в преференции мы нажимаем и давайте вот это все поставим поболее чтобы больше полигонов можно было модели делать чтобы потом не было сбоя вот так вот где-то находим микро мэш находим нашу вот эту заготовочку которую мы сделали и жмем bpr и ждем вот прогон уже закончился теперь мы нажимаем конверт bpr to гео вот этот и сейчас будем после второго прогона когда он все это дело обработает будем смотреть как выглядит свитер вот такой вязаный свитер получился ничего так прикольно выглядит хорошо как будто бабушка вязала вот сзади вы видите что все прикольно все ровненько вот такая штука вот даже во внутрь можно заглянуть вот там тоже все в порядке таким образом можно делать шарфы носки и так далее единственное минус что скачут вот эти вот полигоны но их можно уменьшить именно в за плагинах decimation master вот этот вот здесь вот все это можно уменьшить смотрите предыдущие видео и вот такой свитер будет на вашей модели может даже лучше с каким-нибудь рисунком так все всем пока до свидания так